здравствуйте дорогие зрители и снова с вами очередная мыльная пива усаживайтесь поудобнее минут на пять мы займем ваше внимание итак начнем из грустного события потому что у очень известного мексиканского продюсера хуана усорио умер сын его звали тоже хуан ему было 30 лет сообщают что он был в доме у своей подруги даниэлы она сестра бланки сотов актриса которая сыграла главную роль в последнем сериале хуана усорио парень почувствовал себя плохо его привезли в госпиталь на скорой помощи и он скоропостижно скончался но писали что у него были проблемы с алкоголем он даже лечился в наркологической клинике но даже при всяких вот таких вот обстоятельствах такая скоропостижная смерть очень молодого человека это ужасно несправедливо ужасно грустно у самого хуана усорио тоже достаточно серьезные проблемы со здоровьем последние его новелла далась ему достаточно тяжко там в общем проблемы с головным мозгом и сам усорио рассказал прессе что после окончания работы над новеллой он пройдет тщательнейшее медицинское обследование он пытался публику успокоить сказать что в общем ничего такого особенного нет но тем не менее было несколько случаев когда он просто падал в обмороке на съемочной площадке ну и последняя новость о нем новость позитивная его жена эмили тревиера ждет ребенка смотрите как вообще жизнь играя с человеком такие штуки вообще выкидывает да ну а сейчас перейдем к более радостным событиям ну как сказать кому радостным кому не очень адамаре лопес вынуждена защищать своего жениха тони коста от кого бы вы подумали от собственного отца в одном из интервью луис лопес папа адамаре назвал тони паразитом он добавил что этот танцовщик ему совсем не нравится и его дочь должна найти кого-нибудь получше чем этот как выше было уже сказано паразит ну видимо он имел то в виду что парень живет за счет его замечательной дочери адамаре ответила на эти вещи все она в общем сказал так что ее отцу уже 84 года и поэтому может заблуждаться относительно ее отношений с испанским танцовщицей тем более что тони работает и хоть у него карьера не такая замечательная как у нее самой есть сейчас 41 год и за плечами 35 лет работы на телевидении в кино так вот у него карьера конечно короче не такая значительная но он работает и он очень успешен ей конечно обидно но спорить с отцом она не будет так понимает что отец очень за нее переживает и после смерти матери у него в общем такое ощущение что его дочь все хотят обидеть и он поэтому изо всех сил старается оградить свою дочь от неприятности другая у нас девушка пострадавшая на этой неделе это дженнифер лопес она попала очень такую неприятную двусмысленную ситуацию она спела на дне рождения туркменского президента гурбангулы берды мухаммедова она была в туркменском национальном костюме пела ему happy birthday довольно забавное зрелище особенно если учесть что выговорить с первого раза имечка именинника трудно необычайно представьте себе джейло поет happy birthday dear гурбангулы и все так замиранием сердца наблюдает выговорит или нет но главное было потом в общем пять минут позора и несколько миллионов долларов они в общем конечно вышли ей боком международная международная правозащитная организация она выступила с заявлением по этому поводу сказано было буквально следующее дженнифер лопес может зарабатывать деньги как ей угодно петь где угодно перед любыми диктаторами но тогда такие действия вредят репутации певицы которая является активной участницей программы amnesty international по защите прав мексиканских женщин ну в общем короче так или крестик с ними или кое-какой предмет туалета на день ну вот радостное событие у нас на этой неделе 45 лет исполнилось чайеном он один из самых известных латинских певцов он популярен во всем мире песни и в общем очень мелодично зажигательный харизматичен он необычайно и очень талантливый поздравляем его и желаем долго радовать своих фан ну что 45 у нас конечно не баба ягодка опять но у нас в общем довольно симпатичный мужчина ну и последняя новость на сегодня вроде бы получили подтверждение слухи романе у ильи малеви химены на варяде издание tv note опубликовала фото которые наводят на очень интересные размышления тем более что химена как раз во вкусе и вели ну сами посмотрите вот это его жена элизабет гутеррес это майте перрону с которой у него был страстный роман во всяком случае в этом уверены многие это химена нечто общее у всех этих дамы имеется ну и еще раз посмотрите на эти замечательные фото и вот так мы можем и вот так мы можем еще мы вот так тоже посмотрим чем дело кончится и подождем конечно реакции элизабет на сегодня все встретимся уже на этой неделе не забывайте до свидания